Ален Фабиен Морис Марсель родился 8 ноября 1935 года в городе Софранция. Отец будущего актера Фабиен Дилон был хозяином собственного кинотеатра. Мать Эдит Арнольд имела профессию фармацевта, но работала билетером на семейном предприятии. Когда мальчику было три года, его родители разошлись. Через год Эдит повторно вышла замуж за владельца популярного в городе мясного магазина Поля Буланя. Как и в первом браке, мать стала помогать мужу на работе, и у нее совсем не оставалось времени на сына. В итоге Алена передали на воспитание наемной няни мадам Нера, в чью семью четырехлетний малыш и переехал. Он прожил с супругами Нера вплоть до их трагической гибели. В школьные годы юноша отличался бурным характером, большим количеством шалости и устойчивым нежеланием выполнять задания учителей. Поменяв несколько школ, из которых его отчисляли за неуспеваемость и плохое поведение, Ален в молодости выучился на мясника и стал работать в колбасной лавке. В семнадцать лет Дилон увидел для себя возможность изменить жизнь к лучшему и ушел служить по контракту в армию. Парень попал в десантные войска и был отправлен в Индокитай. Армия закалила будущего актера, Ален стал немного ответственнее и организованнее. После окончания службы в 1956 году он уехал в Париж, устроился подрабатывать официантом и начал показывать свои фотографии продюсерам, а также участвовать в кинопробах. На молодого человека обратил внимание знаменитый американский менеджер Гарри Уилсон, который работал с Джеймсом Дином, и пригласил Дилона переехать в Голливуд. Но в последний момент популярный режиссер Ив Фаллегри убедил актера начать карьеру во французском кинематографе. Творческая биография артиста началась в 1957 году. Дебютом Дилона стал фильм «Когда вмешивается женщина», затем последовала такая же второстепенная роль в «Будь красива и помалкивай», где также сыграл молодой Жан-Поль Бельмондо. Позднее артисты неоднократно работали вместе в картинах. Особого успеха самому актеру эти ленты не принесли. Аллен обладал ростом выше среднего, 177 сантиметров, гармоничной фигурой и правильными привлекательными чертами лица. С такими параметрами Дилон постоянно был востребован в кино, но из раза в раз получал клишированные второстепенные эпизодические роли легкомысленных красавцев. Впоследствии внешность артиста считалась устойчивым эталоном мужской красоты, но на заре карьеры миловидное лицо только отдаляло популярность. Ожидаемые похвалы публики настигли актера в 1960 году после выхода детективного фильма Рене Климана «На ярком солнце» экранизации романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Первоначально планировалось, что Аллен сыграет роль Гринлифа, однако стечение обстоятельств привело к тому, что артисту достался образ Тома. Персонаж потребовал от Дилона демонстрации актерского мастерства, нужно было сыграть человека с двойным дном «Падшего ангела», как писали кинокритики. И голубоглазый француз блестяще с этим справился. После этого успеха Аллен перебрался в Италию и снялся в нескольких популярных фильмах у мэтров итальянского кинематографа, в спортивной драме «Рока» и его братья эпической ленте «Леопард» у Лукино Висконти, мелодраме «Затмение» у Микеланджело Антониони. Эти проекты смогли показать артиста с лучшей стороны и раскрыть его драматический талант. Примечательно, что Дилон, не имеющий профессионального актерского образования, впоследствии стал образцом для театральных учебных заведений. В 60-х годах актер сумел отойти от шаблонной роли страдающего красавца и продемонстрировал талант комедианта. Воплощение Алленом Жульена в «Черном тюльпане», как и у Лиса Чеканата в комедии «Как хорошо жить», было очень тепло принято публикой. А фильм с участием Дилона и Жана Габена «Мелодия из подвала» был номинирован на «Золотой глобус». Именно после этой ленты актера пригласили в Голливуд, однако карьера Дилона там не сложилась, и актер предпочел вернуться во Францию. Первая же главная роль после прибытия на родину во французской ленте «Самурай» стала классикой. Здесь Аллен предстал в образе наемного убийцы, обольстительного героя-одиночки. Вместе с ним в картине снялись Франсуа Перье и Натали Дилон. В 1969 году фильмография актера пополнилась еще одним популярным французским кинофильмом, детективом Жака Дерри Бассейн. Дилон сыграл писателя Жан-Поле Леруа, а его антагониста воплотил Морис Ранне, ранее ставший партнером Алена по картине «На ярком солнце». В 70-е и 80-е годы актер участвовал в большом количестве проектов, отличавшихся друг от друга уровнем качества и степенью популярности. Попадались как провалы вроде фильмов «Скорпион» и «Переход», так и «Успехи», «Зора» не будет и спящего полицейского, «Двое в городе» и, конечно, «Барсалина», где тот блистательно сыграл гангстера в дуэте с неотразимым Бельмондо. Следующее десятилетие принесло актеру два знаменитые роли. Дилон сыграл главного героя в фильме 1992 года «Возвращение Казановой», участвовал в совместной работе со старым другом Жан Полем и Ванессой, породив криминальной комедии «Один шанс на двоих». В новом тысячелетии Аллен долгое время не появлялся на экранах кинотеатров, зато снялся в сериалах «Комиссар Монталя», «Смертельные игры», «Лев», «Фрэнк Рива». Лишь в 2008 году актер исполнил роль Юлия Цезаря в полнометражной комедии по французским комиксам «Астерикс» на Олимпийских играх. Вскоре фильмография артиста на время перестала пополняться новыми работами. А в 2017 году француз заявил прессе, что уходит из кино. Однако в ноябре 2019 года вышел в свет кинофильм Мишеля Дениза «Полное сходство». В ленте Дилону досталась главная роль, он играет самого себя. Коллегами актера на съемочной площадке стали Катерина Мурина, Сильви Тестю, Франк Дюбоск, Дени Подолидис. Дебют Дилона на театральной сцене состоялся в 1961-м, артист предстал перед публикой в постановке Лукино Висконти «Как жаль, что она шлюха». В основу спектакля легли любовные отношения, возникшие между братом и сестрой. Главные роли достались Алену и Роме Шнайдер, которая специально для этого брала уроки французского. Режиссер намеренно желал эпатировать публику, создав столь скандальный проект, потратил внушительные суммы на дорогие сценические костюмы и декорации. Кроме того, на премьеру пригласили Жана Кокто, Ингрид Бергман и других знаменитостей. Однако детище Висконти в итоге не нашло отклика у зрителей. Это заставило Дилона повременить с театральной деятельностью, актер вновь появился на сцене только через семь лет. В этот раз француз играл в спектакле «Выколотые глаза» режиссера Раймона Руло, а затем распрощался с подмостками еще почти на три десятилетия. Возвращение Алены в театр оказалось приуроченным к выходу постановки «Загадочные вариации», созданной специально для артиста. Проект настолько понравился Дилану, что тот отправился с ним в мировое турне. В следующий раз поклонники увидели кумира на сцене лишь в 2004-м в постановке «Русские горки», в котором француз играл два года. Ярким в театральной биографии Алена стало участие в спектакле «Мосты округа Мэдисон», в котором партнершей артиста выступила Мирей Дарк. А в 2010-м Дилон появился на подмостках вместе с дочерью Анушкой в проекте «Обыкновенный день», повествующем о непростых взаимоотношениях девушки с отцом, стремящемся предостеречь наследницу от неверных жизненных решений. Дилон обладает не только признанным актерским талантом, но и красивым баритональным голосом. Впервые актер выступил как певец в 1967 году с лирической песней Лэйтити. Композиция прозвучала в качестве саундтрека к фильму «Искатели приключений». Через пять лет в дуэте с певицей Долидой артист записал кавер композиции «По Олз», «По Олз», которую до этого исполняли Альберта Лупа и Мина. Именно этот вариант песни стал всемирным хитом, а ее название, которое переводится как «Слова», «Слова», стало устойчивым французским выражением. В 80-х актер записал три трека, в 1983 году, «Сот Айди Ринг Ю» в паре с Ширли Бесси, «Ай Дон Ти Но» 1985 года в дуэте с Филлис Нельсон и сольную кому о синемо в 1987 году. Два последние песни стали достаточно популярными. Алену принадлежат два киностудия «Делбоу Продакшнс» и «Эдел Продакшнс». Также актер является владельцем бренда А.Д., который выпускает классические костюмы, мужскую верхнюю одежду, часы, очки, парфюмерию. Особенно известны духи артиста «Самурай» и «Китас» — Лира. На протяжении нескольких десятков лет Дилон являлся лицом культового мужского аромата «Оу Совиджа» от «Диор». С 2016 года место звезды французского кино в рекламном бизнесе занял его младший сын Ален Фабьен, он представлял парфюмерную коллекцию «Диор Хом». Французский актер обрел огромную популярность не только в Европе, но и в России. Советским зрителям полюбился захватывающий детектив «Тигеран-43», снятый режиссерами Александром Аловым и Владимиром Наумовым. Проект задумывался как международный с привлечением, наряду с отечественными, западных актеров. По воспоминаниям Наумова, он очень хотел получить в картину Алена, для артиста был прописан небольшой эпизод, никто не надеялся, что звезда экрана вообще согласится сотрудничать. Однако Дилон был изумлен, увидев свой текст. Он потребовал, чтобы к завтрашнему утру для него подготовили 20 страниц на французском языке для хорошей роли. В итоге создатели картины вывели в сценарий нового героя, инспектора полиции Жоржа Фаша, который после выхода ленты сразу очаровал советских зрительниц. Имя темноволосого красавца постепенно становилось в СССР практически нарицательным. Рок-группа «Наутилус Помпилиус» записала композицию «Взгляд с экрана», которую страна запомнила по первой строчке припева «Ален Дилон не пьет одеколон». Французский актер превратился в символ звездной жизни и привлекательного Запада, а сама фраза стала афоризмом в русскоязычном обществе. В конце 90-х страна узнала о дружбе Дилона с российским генералом Александром Лебедем. Актер признавался, что увидел в новом знакомом силу стать, называл того русским да горем. В 1998-м артист прилетал в Красноярск, чтобы поддержать Александра Ивановича на выборах губернатора края. Незадолго до гибели Лебедь, зная о любви французского друга к собакам, подарил Алену двух псов. Это был не первый раз, когда звезда экрана приезжала в Россию. В 2009-м Дилона пригласили в Москву на фестиваль дискотека 80-х, где вместе со Стеллой Джанни тот исполнил песню «Пароль». «Пароль» в 2012 году Дилон появился в российском фильме с Новым годом, «Мамы». Кстати, в этом же году французский актер побывал в Москве для участия в церемонии вручения музыкальных наград Армении Music Awards. Так что телезрители смогли увидеть его в гостях у Владимира Познера и на передаче у Ивана Урганта. Личная жизнь актера не переставала быть объектом пристального внимания журналистов еще с самого начала его карьеры. Артисту в разные годы приписывали многочисленные романы с разными женщинами, в частности, с Катрин Денев, Мариной Владе и другими. Некоторые из них стали особенно яркими в биографии знаменитости. Первой возлюбленной Алена стала молодая австрийская киноактриса Роме Шнайдер, с которой артист познакомился на съемках фильма Кристина. Они обручились в 1959 году и пробыли в ролях жениха и невесты 6 лет, но до официального брака так и не дошли. Отношения этой пары причисляют к величайшим драматическим историям любви прошлого столетия. Параллельно у актера был мимолетный роман с актрисой и певицей Кристой Певген, получившей популярность под псевдонимом Нико. В 1962 году она родила сына Кристиана Аарона, но Дилон так и не признал отцовство. Даже несмотря на то, что вырос мальчик у родителей Алена, которые дали внуку фамилию отчима Булонь. Первый официальный брак артиста был заключен в 1964 году, его женой стала актриса и режиссер Натали Бартелеми, фамилия первого мужа. В этом браке у супругов родился сын Энтони, также ставший актером. Отношения продержались лишь 4 года, после чего семья распалась. Позднее у Энтони родились трех дочери, Луи Лиф в браке с Софи Клерико и незаконно рожденная Элисон Ле Борж. Внучка Дилона стала знаменитой моделью и заключила контракт с брендом белья и галантерией интимиссиями. В 1968 году на съемках фильма Джефф Дилон познакомился с актрисой Мирей Дарк. Актеры так и не вступили в брак и жили в гражданском союзе, но это были самые продолжительные отношения в жизни французского секс-символа. Ален и Мирей оставались вместе на протяжении 15 лет, вместе снимались в кино и расстались по-дружески. Следующий брак снова был гражданским. В 1987 году Дилон начал жить с манекенщицей из Нидерландов Розалии Ван Бремен. Она родила от Алена двоих детей, дочь Анушку и сына Алена Фабьена Дилона. Через 10 лет пара рассталась. Сегодня актер ведет холостяцкий образ жизни. В 2019 году здоровье артиста пошатнулось, и он перенес инсульт. До этого Дилон часто жаловался на головные боли и проходил лечение в американском госпитале Ньюэсювсен под Парижем. Когда состояние знаменитости стало критическим, его прооперировали в парижской клинике Петье Сальпетриер, а после некоторое время наблюдали за здоровьем актера в отделении интенсивной терапии. Позднее Алена перевели в швейцарскую больницу, после чего тот даже смог посетить Каннский фестиваль, где получил золотую пальмовую ветвь за вклад в развитие кинематографа. В марте 2022 года в СМИ появились новости о том, что артист решился на эвтаназию. Об этом публика узнала от сына знаменитости Энтони, признавшимся в интервью, что между ним и отцом состоялся откровенный разговор, в котором последний озвучил свои планы. Об этом способе ухода из жизни французский артист упоминал в беседе с журналистами еще в 2019-м, тогда он сообщил, что прибегнет к этому способу в случае неизлечимой болезни или необходимости постоянно поддерживать жизнь с помощью врачей и медикаментов. Многие отметили, что причиной такого решения Алена стали несколько факторов. Прежде всего, плохое самочувствие после инсульта в 2019-м, затем уход из жизни в 2021-м его бывшей жены Натали Бартелеми и близкого друга Жан-Поле Бельмондо. Сейчас Дилон проживает в Швейцарии, где процедура эвтаназии разрешена законом. Ранее в СМИ появлялась информация, что француз через швейцарских адвокатов подготовил необходимые документы.